Приветствую, дорогие друзья! С вами Коноден, это новый выпуск про YouTube и сейчас актуальные новости из мира YouTube. У нас три важные темы. Тема номер один – это возврат рекламодателей на платформу, который начал происходить более активно. Тема номер два – это YouTube Video People в Москве в 2017 году. И тема номер три – это новинки на YouTube, нововведение в интерфейсе, новые возможности. Начинаем с важной и актуальной темы – это возврат рекламодателей на платформу YouTube. Как стало известно из официального сообщения, такие крупные компании, как McDonald's, General Motors, Ford Motor Company и целый ряд других крупных рекламодателей возвращаются на платформу YouTube, восстанавливают свои рекламные бюджеты в полной мере, в полном объеме. И теперь мы ожидаем, что количество рекламы на наших с вами каналах будет возрастать, увеличится количество и доля коммерческих просмотров, будет постепенно происходить восстановление CPM. И это как нельзя кстати, как нельзя актуально, потому что сейчас заканчивается летний довольно такой неактивный сезон. И мы ждем, что вскоре будет наступать более продуктивный осенний сезон и пик доходности каналов, которые всегда приходятся на ноябрь-декабрь месяц. Надеемся, что к этому периоду времени рекламные компании будут уже в полной мере активны и доходность канала будет, как обычно, максимальной в течение года. Это действительно хорошая новость, но чтобы прийти к такому соглашению с крупными системообразующими рекламодателями, YouTube был вынужден пойти на некоторые существенные уступки. Уже ранее мы обсуждали с вами новую систему модерации контента. Как вы знаете, YouTube теперь увеличивает штат сотрудников, которые отслеживают и модерируют видеоролики на предмет пригодности для рекламодателей, на предмет соответствия видеороликов критериям, которые предъявляют рекламодатели к тому контенту, в котором может быть показана реклама. Как следствие, на многих каналах у многих партнеров появляется золотистый значок доллара и ограничение на показ рекламы. С сообщением, что данный ролик подходит не всем рекламодателям, не всегда очевидно почему. Очевидно, что алгоритм еще не совершенен, что часто он допускает ошибки. А модерация вручную возможна только для тех роликов, которые набрали в данный момент от тысячи и более просмотров за 7 дней. Это очень неудобно, это создает неудобства для авторов на YouTube. Но мы надеемся, что данная система будет постепенно улучшаться и, возможно, через какое-то время она придет в более-менее благоразумный вид для авторов YouTube-каналов. Будем наблюдать. Смотрите за CPM, смотрите за долей коммерческих просмотров. Ожидаем, что постепенно она начнет восстанавливаться и может даже расти. Вторая важная новость – это традиционный фестиваль YouTube Video People, который будет проходить в Москве. Как мне сообщили, и, кстати, спасибо вам, дорогие друзья, что вы подняли этот вопрос еще раньше. Так вот, мне сообщили, что мероприятие состоится 8 сентября в местечке под названием Golden Palace. Это то самое место, где снимают Comedy Club, весьма атмосферно. Там есть определенные требования по дресс-коду. И прийти на мероприятие могут авторы каналов с количеством подписчиков более 100 тысяч. Приглашения отправляются индивидуально на электронную почту, либо через вашего менеджера в YouTube. Ожидаем, что чуть позже будут уже официально отправлены эти самые приглашения. Также в ряде случаев можно через медиасеть попробовать договориться о том, чтобы принять участие в данном мероприятии. Ожидаем много интересных новостей. И, в частности, мы надеемся получить ответ на ряд ключевых вопросов. В частности, на то, как именно работают новые алгоритмы, которые ведут себя непредсказуемым образом. И многие партнеры обращаются к нам, они отмечают, что динамика трафика на канале очень нестабильна. И бывает так, что непредсказуемо, необъяснимо низкий трафик, когда ролик просто не попадает никак в алгоритмы, выпадает полностью из ранжирования. В то же время этот же самый ролик некоторые партнеры удаляют, перезаливают спустя несколько часов. Ролик подхватывается, совершенно другая динамика трафика, совершенно другие показатели. Хотим также уточнить насчет ограничителя просмотров и того, как он работает, когда он применяется. В общем, получить какие-то более-менее благоразумные ответы, отличные от того, что сообщает поддержка по электронной почте, которая лишь указывает на возможность ручного вмешательства в ранжирование ролика, если вдруг он чему-то не соответствует. И желание, стремление YouTube наиболее рационально и равномерно распределять трафик, согласно интересам зрителей, с учетом индивидуальных рекомендаций. Это все слишком общие слова. Конечно, хочется получить больше информации о том, как в текущем состоянии работает система ранжирования, и почему она допускает уже систематически одни и те же ошибки, когда крупные каналы лишаются трафика, и наоборот, когда, например, есть основной канал у автора, есть лайв-канал на основном канале, скажем, 200 или 300 тысяч подписчиков, и трафик меньше, чем на втором канале, на котором, скажем, 10-20 тысяч подписчиков, но ролики подхватываются алгоритмами и получают сотни тысяч просмотров с высоким фактором обнаружения. Попробуем узнать, если кто-то из вас сможет прийти. Я надеюсь, что я смогу приехать, предварительно, по крайней мере, собираюсь. Буду рад видеть вас, дорогие друзья, уважаемые партнеры на этом мероприятии. Новинки на YouTube. YouTube запускает новую функцию, которая в скором времени уже будет внедрена. Это срочные новости, Breaking News. Новая вкладка появится рядом с разделом «Тренды», и она будет содержать какие-то срочные новости, нечто наподобие ТВ-формата. Как именно будут отбираться эти новости, как они будут ранжироваться, и кто сможет попасть на эту вкладку, пока не сообщается, пока это не детализировано. Будем посмотреть, что-то вот такое выкатывают. Возможно, это будет дополнительный шанс к развитию новостных направлений, новостных каналов, которые сообщают какую-то интересную, полезную информацию. Я надеюсь, что туда не будет попадать исключительно разного рода трэш. Хотя, кто знает, посмотрим на практике. И минутка юмора. К нам часто обращаются разные партнеры, и мы стараемся внимательно отслеживать эти самые каналы. Вот такое замечательное наблюдение сделал один из наших сотрудников при модерации канала. Здесь просто жизнь на протяжении двух лет – это человеческие судьбы. И с одной стороны забавно, с другой стороны немного грустно, когда видишь такие истории. А вы что забавного замечали на каналах, которые вы смотрите? Может, тоже какие-то интересные закономерности или приколы? Поделитесь этим в комментариях под этим видео. Спасибо, дорогие друзья. Такие новости на сегодня. Новости хорошие, новости интересные. Надеюсь, что на этом волна позитива на YouTube не закончится, и мы увидим дальнейшие улучшения в работе сервиса. Спасибо за внимание. Всем успехов. С вами был Коноден. Подписывайтесь на мой канал. Здесь говорим про YouTube. Всем пока.